В Украине сегодня первый тур президентских выборов. В том, что будет второй, сомнений почти нет. Жители страны идут к избирательным участкам, чтобы отдать свой голос за одного из 39 кандидатов. Это рекорд. И выборы украинцев самые разнообразные за всю историю независимости государства. Политические ветераны, комик, журналисты, ветераны войны и даже профессиональные разведчики. Причем далеко не все, чьи фамилии внесены в бюллетени первого тура, рассчитывают на победу. Эксперты говорят, реальные шансы занять президентское кресло имеются у четверых. Среди остальных несколько технических кандидатов, задача которых раздробить электорат и забрать голосов у кого-то из лидеров. Либо наоборот призвать своих сторонников голосовать за другого уже во втором туре. Как там сейчас в Киеве в день выборов из столицы Украины Алексей Волков. В Украине уже официально стартовали выборы президента. По стране открылось около 30 тысяч избирательных участков. Еще сотня по всему миру. Напомню, что кандидатов H39 и бюллетень 19 самые длинные в истории соседней страны. Однако только у троих претендентов на президентскую балаву, по данным соцопросов, есть реальные шансы. Это Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Последний абсолютный лидер предвыборной гонки. Еще в пятницу за кандидата Зе собирались отдавать голоса ровно четверть украинцев. Однако здесь и кроется главная интрига этих выборов. Ведь традиционно молодые люди голосовать не ходят. На кампании 2014 года лишь 30% жителей страны до 35 пришли на участки. Решают многое и наблюдатели. Все кандидаты готовы к тому, что соперники могут постараться повлиять на избирательный процесс. В целом же атмосфера спокойная. Никаких жестких провокаций не было. Люди приходят в хорошем настроении и с пониманием того, что Украине необходимо хоть немного стабильности. Ну а первые экзитполы появятся уже через считанные часы. Пока что понятно одно – второму туру быть. А первые официальные данные Центр избирком страны огласит ближе к полуночи. Алексей Волков, Иван Мартынович. Вокруг планеты. Предвыборная гонка в Украине традиционно во многом отличается от избирательных компаний в других странах. Электоральный процесс здесь очень шумный и даже скандальный. Американская Washington Post сравнила его с масштабным реалити-шоу. Сходство действительно есть. Например, один из тех кандидатов, кому точно не светит победа – Игорь Шевченко, решил воспользоваться случаем и найти себе в ходе кампании жену. Другой кандидат по имени Юрий Тимошенко появился на выборах лишь для того, чтобы отнять немного голосов у Юлии Тимошенко. А согласно соцопросам лидирует в гонке шоумен Владимир Зеленский. У него единственный политический опыт – это роль президента в телесериале. О том, чем запомнится седьмая по счету президентская гонка в новейшей истории Украины – Мария Петрашко. Увлекательная предвыборная гонка с нешуточными страстями разгорелась на политической арене Украины. Рекордное количество участников, борьба за рейтинги, кандидат, комик и удивительное открытие СБУ. Изначально Центр избирком зарегистрировал 44 кандидата, а еще 47 желающим отказал. Рекордная активность. Впрочем, почему бы и нет? Взнос за участие в выборах 2,5 миллиона гривен отказавшимся не возвращается. А ведь кандидаты загадочно улетучивались. Щедро оставляя свои голоса в пользу более сильных соперников. Первым стал мэр Львова Андрей Садовый, снявший свою кандидатуру в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. В итоге до выборов дошли 39 человек. Это какая-то, кстати, какая-то милепая шутка. У меня ощущение, что это розыгрыш. Я же даже по предварительным соцопросам не попадал в десятку. Ну, истинную волю народа соцопросами не изметь. Хотя, честно признаться, я и сам не до конца понимаю, как это могло случиться. Креативности кандидатов стоит позавидовать. Борьба за рейтинги была нетривиальна. Не обошлось и без хайпа. По принципу «кто во что гораст». Кто стал самым находчивым, показывают рейтинги предвыборной кампании. «Выборка зависела от явки избирателей. Мы выбираем участки, затем на каждом участке опрашиваются люди с постоянной частотой. Насколько я знаю, мы планируем опросить каждого 12-го избирателя». Петр Алексеевич, пусть и не актер, свою популярность за время гонки сумел поднять. Видимо, работает лозунг «Кандидатов много, президент один». Методы работы с рейтингом, правда, своеобразные. Петр Порошенко обещает укрепление экономики, привлечение инвестиций на образование, оплату труда, вступление в ЕС и НАТО и борьбу с бедностью. С последним пунктом Порошенко справится наверняка. За 2018 год его доходы выросли почти в 82 раза, согласно данным в Едином реестре деклараций. «Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы заблокировать любые возможности для незаконного обогащения, обеспечить расследование всех уголовных дел и неотвратимость наказания за незаконное обогащение». Юрию Владимировне пришлось на этот раз совсем нелегко. Словно в поговорке «распустила Дуня косы, а за нею все матросы». В избирательных бюллетенях Тимошенко стало больше. Появился полный тезка Юрий Владимирович Тимошенко. Ломать копья почем зря одними громкими заявлениями опытный участник предвыборной гонки не стала и попросила снять кандидатуру ее однофамильца. Правда, безуспешно. Сконцентрировалась Юлия Владимировна на подходах к более серьезному конкуренту. Умело взяла на вооружение данные СМИ. Вспомнив Петру Алексеевичу и его приближенным закупки запчастей для украинской военной техники из России по завышенным ценам, инициировала импичмент действующему президенту. Тем временем в СБУ заявили, что представители Больскевщины занимались созданием и финансированием избирательных пирамид. Сложно подсчитать, сколько раз кандидаты любезно обменивались обвинениями в покупке голосов и использовании мертвых душ. Словом, МВД и СБУ этой весной пришлось написать много томов. Идеальный слуга народа и фаворит предвыборной гонки Владимир Зеленский предпочел, пожалуй, самый креативный путь. Его можно назвать кандидатом против всех. Новая фигура на политической арене. В отличие от похожей персоны в соседней России в виде Ксении и Собчак, бэкграунд Зеленского куда невиннее. У меня нет опыта работы в политике, и это жирный плёс. Предвыборные рейтинги показывают, что у Зеленского есть все шансы, и обвинения в спонсорстве компании Коломойским ему нипочём. Многие уверены, что помог актёру в этом образ из сериала «Слуга народа». Василий Петрович Голобородько, простой учитель истории, становится честным и самоотверженным лидером государства. Слоган телепроекта «История следующего президента». Дата выхода сериала – 16 ноября 2015 года. На протяжении трёх лет украинский народ видит на экране телевизора подкупающего лидера. И вот сказка становится явью. Так вот он какой – политический бэкграунд Зеленского. Когда я смотрю на него, я вижу себя. Я не знаю, существует ли такой человек, как главный герой в сериале, но я бы хотела в это поверить. Предвыборные обещания Владимиру Александровичу пишет явно не команда 95. Шоумен предлагает снять неприкосновенность с президента Украины, вывести всю информацию об использовании бюджетов, тендеров, закупок в публичную плоскость и внедрить экономический паспорт украинца, чтобы каждый ребёнок с рождения до совершеннолетия накапливал часть средств от реализации государством природных благ. Я обещать не буду. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Но это пока. Я разберусь. Будет ли следующий президент Украины слугой народа или успешным бизнесменом? И какая она – история следующего президента незалежной? Мария Петрашко. Вокруг планеты.